Самые громогласные насекомые планеты – цикады. В летнюю пору их стрекотание становится настолько привычным, что многие даже перестают обращать на него внимание. Хотя загадочные цикады могут лишить некоторых покоя и урожая – это вредители сельскохозяйственных культур. Наша съемочная группа отправилась на улицы города, чтобы спросить, как относятся к такому пению бендерчане. Они избегают многолюдных улиц и скверов, поэтому наш маленький город им нравится. Цикады – самое долгоживущее насекомое на Земле. Цикад можно найти на всех континентах, кроме Антарктиды. Их более 2000 видов. По внешнему виду напоминают ночную бабочку с прозрачными перепончатыми крыльями. Большие группы самцов цикад издают очень громкие звуки – до 100 децибел, что можно сравнить со звуком работающей бензопилы. Такой звук объясняется присутствием у самцов цикад особого голосового аппарата – тимбальных органов. Это зона между крылышками. Цикада бьет по ней со скоростью 50 ударов в секунду. Самцы устраивают свои рок-концерты преимущественно в жаркое время. Чтобы издавать стрекотание, цикадам необходима тепловая энергия. После встречи пивуна с подругой пение прекращается, а самец вскоре погибает. Вслед за ним, после того, как отложит яйца, погибает и самка. Мама просто сказала, что это насекомые какие-то сидят и треск издают. Не раздражает? Ну, меня лично нет. Я как бы спокойно к звукам отношусь. Мешает иногда по утрам, вечером они очень шумят. Однако путь от личинки до взрослого насекомого в зависимости от вида – от 2 до 17 лет. Молодые личинки уничтожают стебли растений, а дальше добираются до корней. Поэтому владельцев приусадебных участков эта музыка отнюдь не радует. Они каждый день меняют свою оболочку. И можно ходить, и там, где с цикады, под деревьями, можно находить эту оболочку. И они живут недолго. Есть разные виды цикад. Некоторых этот звук успокаивает. Некоторые говорят, даже мои знакомые, подружки. Но лично я уже к этому привыкла. Когда-то давно цикады олицетворяли собой бессмертие в языческих обрядах. О них есть упоминания в Илиаде Гомера. Греки очень ценили их пение. И даже басня Крылова «Стрекоза и муравей» написана по мотивам басни Лафонтена «Цикада и муравей». В некоторых странах, например, Китай и Японии регулярно едят цикад. И даже признаются, что они вкуснее саранчи. Сравнивают с кукурузой и спаржей. Немного масла, чесночка, подсушить до хруста и поджарить с овощами. Но, как известно, что китайцам по душе русским смерть. Елена Расланова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.